Я не случайно сегодня вырядился в белую рубашку. Сегодня у нас торжественный 200 выпуск «Открытой политики». Уже в 200-й раз мы делаем обзоры недельных событий, обзоры оперативных совещаний правительства. Очень надеюсь, что за эти 200 раз мы все еще успели вам не надоесть. Очень надеюсь, что вся эта деятельность приносит хоть какую-то пользу обществу в первую очередь. Возможно, власти с точки зрения критических оценок. Мы не останавливаемся на этой круглой цифре 200. Мы очень благодарны нашим зрителям за то, что они нас поддерживают морально, а иногда даже материально. И благодарны за любые отклики, за любую информацию, за любую помощь, которую мы непрестанно получаем через все разновидности и виды канала связей. Традиционно уже в последние месяцы мы начинаем обзор недельных событий с обсуждения ковид-оперативки, которая по четвергам проходит в правительстве. Эта неделя, прошедшая неделя, не была исключением. На ней тоже случилась подобная оперативка. К слову сказать, она была рекордно короткой, длилась всего 37 минут. И Хабиров ощутимо требовал лаконичности и конкретности у своих коллег. Зачастую, предвещая их доклады замечаниями о том, что не надо лить воду, а надо отвечать на какие-то конкретные вопросы, в своем вступлении Хабиров сказал следующее. Мы практически запустили всю экономику, сказал Хабиров. Но это достаточно громкое, конечно, заявление. Насчет всей экономики я бы усомнился, да и насчет того, что запустили тоже. Но, тем не менее, ему так кажется. Главный акцент коммунальщикам Хабиров указал сделать на обработку лифтов, подъездов и дворов. Ну, собственно, речь идет о регулярной дезинфекции этих объектов. Также Радий Фаридович высказал свою глубочайшую благодарность Госсобранию за оперативность принятия нового закона, карательного закона, который позволяет наказывать рублем тех, кто не соблюдает масочный-перчаточный режим. Напомню, что с прошлой недели теперь можно схлопотать штраф за то, что появишься в общественном месте без маски, какой бы она ни была, достаточно иметь какую-то совершенно ничего не задерживающую тряпку на лице, и ты уже выполнил закон. Также Хабиров отметил, что сложилась тревожная ситуация в магазинах и на рынках, и эту ситуацию он адресовал Комитету по торговле и защите прав потребителей, который должен навести в этой области порядок. Отдельно Хабиров остановился на том, что он выяснил очень странную ситуацию со студентами. Оказывается, в Уфе, как он выразился, болтаются 4,5 тысячи студентов, которые проживают в общежитиях. Из них тысяча студентов – это иностранные студенты, которые технически не могут сейчас покинуть страну, и им все-таки придется остаться здесь. А вот остальные 3,5 тысячи нужно срочно разогнать по домам, по мнению Хабирова, потому что они уже толком не учатся, тусуются и беспрестанно друг друга заражают. Ну и также есть факт того, что в общежитиях, где живут не только студенты, но и там смешанный состав, уже начали возникать некие очаги заражения COVID-19. Отдельно Хабиров остановился на новом указе, который он издал. И указ этот касается тех, кто сдает кровь после того, как переболел коронавирусом. Речь идет о том, чтобы получать плазму для переливания, для вот этого последнего новомодного метода лечения COVID-19, путем переливания плазмы уже переболевших людей, плазмы, которая содержит антитела, и тем самым лечить на данный момент больных. Этот указ предусматривает весьма существенные финансовые поощрения для тех, кто сдает кровь. Например, если вы сдали 600 миллилитров крови, то получите компенсацию 5000 рублей. То есть достаточно два раза сдать кровь по 600 миллилитров, и получаете примерно ту же самую компенсацию, что щедрая рука государства российского выделила детям от 7 до 16 лет. В общем, на этом вступление Хабирова закончилось, и передали слово уже докладчикам. Первым выступающим был Максим Васильевич Забелин, традиционно первый докладчик на всех оперативках. Минздрав у нас на переднем плане борьбы с инфекцией. Максим Васильевич, следуя своей традиции, говорил только о цифрах. Собственно, уже достаточно сложно становится его слушать, потому что он все время говорит одно и то же. Количество кое-какое-то. Превзошел он все задания федерального центра уже на 21%. Столько-то у него ИВЛ. Кстати говоря, ИВЛ у него какое-то совершенно заоблачное количество. Судя по всему, в эту цифру он начал включать и неинвазивные аппараты вентиляции легких, которые, по сути, таковыми не являются. Как говорится, оставим это на совести Забелина. Также Забелин огласил численность врачей и медперсонала, которые борются с инфекцией. Это 288 врачей, 618 сотрудников среднего медицинского персонала. Кстати говоря, эта цифра отличается от той, которую он назвал на предыдущей оперативке буквально в минувший вторник. Не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно у Забелина увеличилось количество людей, задействованных в этих процессах. Возможно, он просто уточнил неуточненные цифры, но, в общем, разница есть. Также Забелин, предвещая разговор об этом, сообщил о том, что все положенные дополнительные выплаты, которые гарантировал от государства, были осуществлены в адрес медицинских работников, которые работают с инфекцией COVID-19. Здесь надо отметить тот факт, что буквально накануне, в пятницу, Путин разразился гневной речью в адрес различных регионов, ведомств и отдельных чиновников на тему выплат вот этих вот новых поощрительных мер, финансовых мер, которые касаются врачей и медперсонала, работающего с COVID-19. В России буксует этот процесс. У нас, как обычно, легче декларировать, чем исполнить. И вот отовсюду раздаются, значит, негодующие возгласы о том, что здесь не выплатили, тут выплатили какие-то копейки, тут пересчитали, урезали и так далее, и так далее. В общем, Путин очень сильно ругался. И, конечно же, эта вся история не может не волновать региональные власти, региональные медицинские власти. В общем, вот Забелин подстраховался. Но на самом деле все не так гладко в этой области. Не все действительно получили. И вообще в структуре Минздрава происходит некоторое нездоровое явление. Я имею в виду то, что одним доплачивают по 50 тысяч, остальных выводят на всевозможные сокращенные формы работы, как будто бы люди перестали чем-то другим болеть. И вот в ближайшем выпуске мы опубликуем один любопытный документ, где указывается, как по одному из крупных районов, даже регионов Башкирии, вышел приказ местного подразделения Министерства здравоохранения, в котором длинным-длинным списком перечисляются все те, кому урезают зарплату, урезают режим работы. И это касается только медиков. Вот этот момент, конечно, очень настораживает. Но, тем не менее, вот Забелин отчитался о том, что каждый врач и каждый сотрудник среднего и младшего медицинского персонала, работающий с COVID-19, получил эту доплату. Если это не так, то мы очень просим врачей, медсестер, фельдшеров обратиться к нам по любому каналу связи, мы обещаем и гарантируем анонимность источника, и мы хотим знать реальную картину с выплатой вот этих денег. Далее на арену оперативного совещания была выпущена Ленара Хакимовна Иванова, которая категорически противореча самой себе сообщила, что в Башкирии случился всплеск безработицы, что уже на данный момент подано 60 тысяч заявлений о получении пособия по безработице, уже зарегистрировано 50 тысяч безработных, и это самый высокий уровень в 21 веке в республике Башкортостан по количеству безработных. По 2 тысячи заявлений каждый день получает Ленара Хакимовна, и конца края этому процессу нет, и, между прочим, это только начало, потому что вот эти ее радужные прогнозы о том, что у нас в Башкирии так много вакансий, так все здорово с безработицей, и нам нечего бояться, они, конечно, уже полностью рассыпались в пух и прах, но это, еще раз повторю, только начало того довольно страшного процесса, который начинает развиваться и разворачиваться в экономике региона, и количество безработных, конечно, будет удваиваться и утраиваться, я думаю, что в квартал. То есть мы, конечно, увидим цифры и не 50, не 60 тысяч, мы, наверное, увидим цифры семизначные с безработицей в республике Башкортостан, так что начинаем к этому готовиться. Кратко отчитался о своей деятельности на потребительском рынке председатель комитета по торговле и защите прав потребителей Гусев Алексей Николаевич, он сообщил нам, что после открытия был закрыт Демский рынок, потому что там процветали нарушения вот этого перчаточно-масочного режима. В противовес этому колхозный рынок просто образец дисциплины и соблюдения законности. Алексей Николаевич сообщил нам, что на колхозном рынке все продавцы и все покупатели ходят в масках и перчатках. Свежо предание, но верится с трудом, конечно, учитывая то, что мы видим своими глазами на улицах, в транспорте и в магазинах. Такую картину нам нарисовал Алексей Николаевич. Сейчас, конечно, очень сладкое время для недобросовестной конкуренции со стороны торгующих организаций. Достаточно, значит, как бы каким-то образом спровоцировать подобные процессы и проверки, как магазин или целый рынок может быть закрыт. В общем-то, оставим это на совести Алексея Николаевича, повторюсь. Завершил Хабиров оперативку довольно странным образом. Я даже сначала вздрогнул и подумал, что как бы там где-то поменялся текст на бумажке. Заговорил на следующем. Цитирую дословно. «Сегодня четверг, коллеги. И напомню, что завтра пятница», – зловеще сказал Хабиров. В общем-то, как выяснилось, он не имел в виду то, что он напоминает своим коллегам порядок дней недели. Речь зашла о том, что Хабиров опять потребовал организовать субботники и дни чистоты в республике, в Уфе, в городах и в районах. Причем Хабиров отметил, что если они в последнее время проводились только силами жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников этих структур, то теперь он требует, чтобы на улицу были выведены все-таки сотрудники предприятий и организаций, не связанных с ЖКХ. То есть, довольно странно это будет выглядеть, когда людей начнут выгонять на уборку улиц в ситуации, когда они потеряли работу, но если они формально числятся в этих организациях, им придется подметать улицы. Все это, конечно, чудовищно напоминает какие-то трудовые лагеря, но будем надеяться, что здравый смысл возобладает в этой ситуации, и массового перезаражения друг другу и друг другом в процессе этих субботников не произойдет. Хотя, конечно, ситуация в этом смысле достаточно абсурдная. Если говорить в целом о прогнозах по COVID-19, которых, кстати говоря, не прозвучало на этой оперативке, прозвучали только скупые цифры из уст Забелина, на утро субботы 16 мая заболевших в республике 1874 человека плюс 90 за сутки, вылечившихся за сутки всего шестеро, и за весь период их оказалось 524, смертность опять стоит на нуле 16 умерших от COVID-19, но мы уже понимаем, что верить во всю эту статистику, как говорится, себя не уважать, потому что мы уже разбирали и технологии фальсификации, и пути этой фальсификации, и причины этой фальсификации. Понятное дело, Путин объявил о конце мероприятий против эпидемии, соответственно, все должны сейчас дружно начать вопить о том, что болезнь отступила, и мы ее победили. И как бы там ни было, и что бы ни произошло, у нас будет вот это пресловутое плато, мы, значит, не будем показывать роста, мы, не дай бог, не покажем рост смертности, но, как выяснилось, вопреки упованиям Максима Васильевича, Республику Башкортостан населяют не одни идиоты, есть даже люди, которые умеют читать, писать, а некоторые умеют еще и считать. Так вот, например, Ильшат Хамадшин на прошлой неделе очень грамотно и научно обосновал недостоверность этой статистики путем математического анализа. Я в ближайшее время попытаюсь широкой публике рассказать об этой методике, там есть совершенно четко понятные критерии, которые объясняют, почему вот такой статистики в Республике Башкортостан быть не может. Имеется в виду соотношение цифр заболевших, вылечившихся, находящихся на амбулаторном излечении, людей, у которых подозревают COVID-19, и людей, которые, к несчастью, погибли от этой болезни. Сопоставляя эти цифры и закономерности между ними, Ильшат Хамадшин, как очень талантливый математик, пришел к выводу, что подобной картины, которую нам рисуют в природе, существовать не может. На прошедшей неделе сеть и некоторые СМИ сотрясал скандал, в котором опять был задействован господин Мурзагулов, причем задействовался он в этом скандале добровольно. Много там было всевозможных частей этой истории, не все захватили все этапы развития этого скандала, потому я хочу сегодня разобраться в этой истории детально, подробно, а самое главное, последовательно, чтобы понять вообще, о чем было столько шума у нас в медийном пространстве. И давайте начнем по порядку. Началось все с некого ролика на YouTube-канале, небезызвестного, с позволения сказать, музыканта, и очень известного сквернослова, господина Моргенштерна, Алишера Моргенштерна. Так вот, в этом ролике Алишер Моргенштерн в достаточно нецензурной форме, но очень мило, благодарит некого Ростика из Уфы. Обращаю ваше внимание, я не утверждаю, что это господин Мурзагулов, и у Алишера Моргенштерна в видео не говорится о том, что это господин Мурзагулов, там фигурирует некий Ростик. Так вот, этот некий Ростик, человек, к которому обратился за помощью Алишер. У Алишера, к несчастью, умирал от рака дедушка. И Алишер Моргенштерн по каким-то признакам определил, что врачи в Уфе лечат и помогают его дедушке недостаточно эффективно, не дают ему неких препаратов, как он выразился, по-моему, морфия. То есть, это такая цитата. Так вот, Алишер, который отсутствовал в это время в Уфе, позвонил некому Ростику, своему другу, и этот Ростик, с его слов, поставил на уши всю больницу, все забегали, и тут же дали дедушке какое-то вещество, которое называется, по-моему, морфий, как говорит Моргенштерн, и дедушка умер без мучений. Вот, собственно, завязка всей истории, с которой все началось. Все началось с этого видео. Мы вам продемонстрируем кусочек этого видео, именно тот кусочек, который касается этой истории. Ростислав, кстати, про которого он говорил, Ростислав, ты великий человек, вот спасибо, просто спасибо. Наверное, все-таки расскажу вам, у меня, не думайте, что я давлю на жалость, просто вот, ну, я хочу, чтобы вы знали. У меня умирал, умер дедушка недавно, и умирал он от рака в мучениях. То есть там с ним, я сам не поехал, да, я не захотел это смотреть. Там была мама, мама говорила, что он мучается, он кричит, он... Ну и, короче, и в больнице отказывались давать, как это называется, ну, медикаменты, чтобы... Морфий, не морфий. Медикаменты, чтобы человек не чувствовал боль. Отказывались просто, просто отказывались. Я, блядь, помню, как сейчас, я тогда чуть ли не плачу, в слезах позвонил Ростику, сказал, блядь, пожалуйста, сделайте что-то с этим. Человеку, можно человеку умереть, ну, без мучений? А у нас же в России как? У нас же все по связям только делается, правильно? Правильно. Все, и один звонок, вся больница забегала. Вся, сразу все выписали, все, что надо. В итоге и все, и дедушка ушел без мучений. Поэтому я благодарен тебе всю жизнь, чувак, ты знаешь. Далее, когда это видео попало в открытый эфир, в открытое пространство, естественно, его посмотрели, и наступила некая реакция. Первая реакция поступила от журналиста издания UFO1.ru, Владимира Скрипника, который написал некий пост, в который я этот пост не видел своими глазами, но о нем очень много говорили. Судя по всему, в этом посте шла речь о том, что Владимир Скрипник напрямую или как-то еще обвиняет Мурзагулову в причастности к убийству дедушки Моргенштерна. Ну, звучит это, конечно, достаточно бредово. Настолько же бредово это показалось и господину Мурзагулову, который здесь уже постепенно выходит на арену. То есть вместо вот этого загадочного ростика распределителя Морфия и всемогущего человека, который влияет на любую башкирскую и уфинскую больницу, появляется конкретный Мурзагулов. Скрипник обвиняет Мурзагулову чуть ли не в убийстве дедушки Моргенштерна, на что Мурзагулов возмущается, требует удалить пост. Скрипник этот пост удаляет. Тем не менее, Мурзагулов с его же слов начинает некие действия по уголовному преследованию скрипника. Какие-то там загадочные юристы Мурзагулову усмотрели уголовное преступление в этом тексте и теперь намереваются привлечь скрипника к ответственности. Все это здесь звучит с приставкой якобы, потому что мало кто видел своими глазами этот пост. Удалив его, скрипник публикует другой пост и говорит о том, что в Башкирии процветает цензура, ему не дают рассказывать о злодействах Мурзагулова. Ну, вокруг этого всего очень много интересных обстоятельств. Например, то, что никто из журналистского сообщества, даже после того, как Мурзагулов во всеуслышание по радио объявил о том, что он будет преследовать скрипника и добьется уголовного наказания для него и так далее, никто из журналистского сообщества не ступился за своего коллегу, вопреки обычаю, который уже сейчас сложился в Российской Федерации. Это, конечно, во многом характеризует качество журналистского сообщества в Башкирии. Ну да ладно, это пускай остается на их совести. Однако и на этом история не заканчивается. Как обычно бывает, когда случается какой-то провал, Мурзагулов бежит на Эхо Москвы. Ростислав прибежал спешным образом в студиях Эхо Москвы и дал пространное объяснение тому, что он в очередной раз натворил. Причем объяснения эти носили весьма такой агрессивный характер. Он всячески старался оскорбить господина Скрипника, предполагая у того какие-то там постоянно действующие психические отклонения, делая всякие намеки на то и на сё. Я не слежу за творчеством этого персонажа, поскольку считаю его глубоко психически нездоровым человеком. И действительно, видимо, он то ли что-то употребил на днях с утра, то ли, не знаю, что-то еще на него повлияло, может, весна. Человек ведется неадекватно всегда. А вот в том, что вы обозначаете, там просто было какое-то сумасшествие, человек обвинил в убийстве меня и Минздрав немного немало. Потому что мы вот собрались и решили убить человека, который вот болел, и что он не болел, мы его убили. Но я так, по-русски говоря, немного офигел от этой информации, потому что, ну, я много чего в жизни делал людей, пока я убивать не приходилось. Тем более, так сказать, как-то, как это называется, в сообщниках, имея министра здравоохранения, или там, министерство целое. Человек в этом заявлении, ну, видимо, просто, как говорится, попутал все берега и перешел все границы, ну, просто совершил уголовное преступление, на самом деле, потому что обвинение в убийстве достаточно тяжелая штука, за это есть соответствующая статья со сроком, со всем, чем полагается. Вот. То есть в тексте прям было... Прошу прощения, что перебиваю, то есть в тексте прям было обвинение в потенциальном убийстве. Да, что по моей команде ввели какое-то вещество человеку, который болел, и человек умер. Вот. Действительно, черным подел. Вот. И я, конечно, ну, знаете, я все могу простить, как бы, да, будучи там, демократом и либералом, но такие вещи, наверное, не надо. Поэтому там будет следствие, там, ну, МВД разберется, кто там кого убивал. То есть по удаленному посту будет следствие? Ну, разумеется, да, потому что все нотариальные действия были засуществлены, когда это все вышло. Очевидно, ситуация складывалась так, что у Мурзагулова, что называется, подгорало, иначе бы он, ну, отнесся с большей степенью равнодушия к этой истории, ну, или хотя бы проигнорировал ее. Повторюсь, конечно, ситуация традиционная. Как только Мурзагулов опростоволосица обделается, ему снова приходится бежать на эхо Москвы, значит, чтобы каким-то образом объяснять там свои эти проделки. Так как говорил он многое и не всегда по существу, упомянул он и ситуацию в РКБ, где, в общем-то, ну, опять в очередной раз стал рассказывать всякие байки о том, что все это было незначительным событием, и все это как бы нигде там не имело никакого резонанса про эти коллективные обращения к Путину и так далее, и так далее. В общем, подтвердил свою репутацию человека, готового выдумывать любые вещи, лишь бы отстоять собственную точку зрения, но это, в общем-то, вторично. Мы вернемся к истории с Моргенштерном. И поговорим о том, ну, кому же в конечном итоге верить. Мурзагулов в эфире Радио Эхо Москвы совершенно категорически заявил, что никаким морфием он там нигде не распоряжался, а только добрым словом помогал своему другу Моргенштерну в трудную минуту, ободрял его и поддерживал, всячески утешая, в связи с тем, что вот умирает его дедушка. То есть Мурзагулов, по сути, не отрицал своего участия в этой истории, но только он трактовал собственный вариант этих событий, и вот добрым словом он поддерживал друга. Задаемся вопросом, ну, кому из них верить, да, Моргенштерну или Мурзагулову? Их версии, ну, кардинальным образом противоречат друг другу, и, собственно, они противоречат по содержанию, а не по форме, потому что Моргенштерн напрямую указывает, что вот этот некий ростик, каковым себя считает Мурзагулов, то есть тут вот сомнений быть не может, именно этот ростик, он и помог с тем, чтобы добыть вот эти вот вещества, которые Моргенштерн называется, по-моему, морфий. Я, честно говоря, склонен верить больше Мургенштерну, а не Мурзагулову, не только потому, что Мурзагулов уже многократно подтверждал недостоверность той информации, которую он периодически распространяет, но и потому, что я, собственно, так вот получилось, что я знаю и Алишера Мургенштерна, и его матушку, и, в общем-то, ну, как-то у меня больше доверия к этим людям, несмотря на то, что Мургенштерн, конечно, совсем не близкий мне персонаж в медийном пространстве, но вот в данном случае я ему доверяю больше. И в связи с этим у меня появляется несколько вопросов. Вопросы эти носят совершенно глобальный и теоретический характер. И вопросы у меня следующие, их, в общем-то, будет три. И первый из них звучит следующим образом. Все ли граждане Республики Башкортостан могут обратиться к какому-нибудь Ростику в случае надобности в морфии или иных сильнодействующих препаратах. То есть, это эксклюзивная функция только для друзей или, в принципе, любой гражданин, житель Республики Башкортостан может обращаться к Ростику. Если это так, то, ну, наверное, нужно где-нибудь на сайте глава РБ опубликовать телефон Ростика, чтобы, ну, люди могли своевременно и быстро получать необходимую помощь в снабжении их сильнодействующими веществами. Второй вопрос, это какую должность загадочный Ростик, кем бы он ни был на самом деле, в реальности, даже если это не Ростислав Мурзагов, так вот, какую должность занимает этот Ростик в структуре Минздрава Республики Башкортостан? Потому что, со слов Алишера Моргенштерна, этот Ростик всемогущ именно в этой сфере и ставит на уши любую больницу Республики, как говорится, на раз-два. Хотелось бы уточнить его полномочия и степень его могущества. А также, в связи с этим, вот у меня возникает и логически третий вопрос, это какими еще полномочиями, помимо способности штрафовать министров, штрафовать целые министерства, как это было заявлено в эфире Эхо Москвы, а также попутно раздавать как бы Морфий и возможно Морфий своим друзьям и знакомым, будет наделен в ближайшее время вот этот чудо-ростик. Я опасаюсь, что так как сфера влияния ростика, она начинает распространяться в разные стороны, что в скором времени может быть ростик уже начнет руководить сельским хозяйством, тяжелой металлургией, легкой промышленностью, еще какими-то сферами народного хозяйства в Республике Башкортостан и как бы у нас не случилось какое-нибудь горе в связи с этим. В общем, вот эти три вопроса, они висят в воздухе и хотелось бы получить на них ответы. Я, конечно, избегаю прямых формулировок, я во многом обсуждая вот эту историю между Моргенштерном и Мурзагуловым, но на самом деле если абстрагироваться от всего этого события, если порассуждать всерьез, то становится очевидно, что в отношении Ростислава Мурзагула наконец-то заработала вот эта теория Лоуренса Питера, которая в частности гласит, что в любой иерархической системе любой работник поднимается до уровня своей некомпетентности и не выше. Переводя это все на русский язык, человек поднимается в этой иерархии до того момента, когда его компетенции и возможности интеллектуального уровня становится недостаточно для исполнения высшей точки в его карьере. Вот на мой взгляд, как раз этой высшей точки и достиг Ростислав Мурзагулов, то есть его уровень районного депутата где-то там в Красногорске или даже вице-мэра Красногорска был вполне для него достаточным. То есть вот уровень администрирования системы на уровне Красногорска наверное был вполне по плечу Ростиславу и он очевидно, что успешнее справлялся с этой задачей там и когда он попал на много уровней выше вот сюда в 4-х миллионную республику он конечно эту ситуацию переварить не смог. Ну это очевидно не только мне, но и многим, кто наблюдает более или менее внимательно за вот этой картиной. Я очень рассчитываю на то, что и ради Хабиров в скором времени придет к подобному выводу, потому что ну у каждого человека есть предел, предел его возможности, предел его интеллекта. вот судя по всему для Ростислава этот предел достигнут и то количество ошибок и грубых нарушений и каких-то ляпов и самое главное тот объем негатива, который он несет для собственного начальства и собственных покровителей, он говорит о том, что действительно человек занимает не свое место. Ну посмотрим, в общем-то здесь достаточно простых оргвыводов, чтобы исправить эту ситуацию. тем более, что становится очевидным, что Ростислав конечно не дотягивает до своего идеала, до модели Пескова как пресс-секретаря, как говорящей головы своего босса, хотя он беспрестанно конечно пытается имитировать Пескова и следовать его модели, ну та пурга, которую несет Ростислав Мурзагулов, она конечно белая, но состоит вовсе не из замерзшего снега. А теперь немного Нефтекамска в наших новостях. На прошедшей неделе над Нефтекамском вознесся флаг Сербии и поднят он был ни много ни мало над местным отделением партии Единая Россия. Многие отметили этот странный факт. Злые языки сразу стали рассуждать о том, что Сербия наконец-то освободила город Нефтекамск от засилия Единой России, но я не присоединяюсь к этому мнению, это всего лишь версия местных жителей. В очередной раз партия Единой России показала свое презрение и незнание материальной части. Я говорю о том, что российский флаг над отделением партии в Нефтекамске был повешен кверх ногами. Я не знаю, в чем здесь причина. Возможно, отсутствие Рустема Ахмадинурова слегка расслабило его коллег. И теперь в его любимом Нефтекамске над партией власти реет знамя другой страны. Ну, в общем, вот такой вот с одной стороны комический, с другой стороны на самом деле позорный факт. Был отмечен на прошлом неделе. Но это еще не все про Нефтекамск. В Нефтекамске уже почти неделю рядом с Нефтекамском горит мусорный полигон. На этот факт было обращено внимание общественности. Вот мы вам показываем видео, в котором совершенно отчетливо видно и понятно, что пожар этот носит достаточно глобальный характер. Там работают спасательные службы и МЧС, и пожарные команды и прочее. Пока справиться с этим возгоранием до конца не удается. Хотелось бы, чтобы на этот факт обратило внимание и республиканские ведомства, и Министерство экологии, защиты природы и прочие-прочие ведомства. У нас их достаточно много. Дело в том, что, судя по всему, администрация и Нефтекамска, и Краснокамского района, и кто-то еще, кто там прилегает к этой мусорной свалке, не проявляют должного усердия в ликвидации этой катастрофы, этого чрезвычайного события. Нужны, конечно, видимо, какие-то другие меры, а самое главное, нужно понять, в чем причина вот этого возгорания, и почему так долго его не ликвидируют местные власти, что нужно сделать для того, чтобы это не повторялось. Ну, в общем, вот эта ситуация, она во многом иллюстрирует тот уровень подходов и уровень усердия в мусорной реформе, который со скрипом, но продолжается в Республике Башкортостан. Хотелось бы получить оценку и со стороны Министерства жилищно-коммунального хозяйства этому факту. В общем, мы просим региональные и республиканские власти обратить внимание на эту ситуацию с Нефтекамским полигоном ТБО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин